Всем привет! Мы к вам вернулись с новыми рассказами про великие сериальные заставки. Напоминаю, что не так давно мы уже рассказывали про 10 великих заставок. Вы можете посмотреть вот тут. Мы там рассказывали про ранние концепты, показывали, как их вообще снимали, показывали, кстати, вот прямо реальные кадры, то, что было неиспользовано и какие могли быть там, я не знаю, логотипы и так далее. В общем, было интересно, обязательно заглядывайте. Вы поставили много лайков, написали много комментариев, и вот мы снова тут, потому что поняли, что вам интересно. Кстати, раз уж заговорили о прошлом видео, есть у меня еще одна занятная история, связанная с ним. Через пару дней после того видео ребята из Мазобрик прислали нам свою очень крутую новинку этого года — фотоконструктор. Его суть в том, что из деталек с пятью разными градиентами цветов вы собираете абсолютно любое изображение в стиле пиксель-арт. То есть я вот в тот момент в очередной раз пересматривал «Игру престолов», скачал фотку Тириона, вставил ее на сайт, выбрал из восьми макетов понравившиеся, и мне пришла инструкция по сборке. Да, вот так вот все просто, и фото можно вставить абсолютно любое. Собирать, кстати, было довольно занимательно. Каждому цвету соответствует свой значок, и по инструкции смотришь, в какую часть, какую детальку тебе стоит вставлять. Я провел немало часов за этим занятием, самое то, чтобы занять свободное время и немного порелаксировать. В итоге у меня получилась вот такая картина, и это еще небольшой размер S, а есть и большие картины размера L для тех, кто любит масштабность. Ну а если через пару месяцев вам приелась фотка, которую вы собрали, то не проблема. По сути, это бесконечный конструктор. Специальным сепаратором убираете детальки, загружаете новую фотографию, и по новой инструкции все собираете заново. Ну круто ведь, да? Если захотели подобный конструктор, то переходите по ссылке в описании, выбирайте размер, который подходит вам, и обязательно вводите наш промокод, ведь он сделает вашу покупку на 20% дешевле. Кстати, я начал собирать новую картину по фото из Очень странных дел. Почему оттуда? Потому что сегодня о них мы еще поговорим. А также об одной из самых мозговыносящих заставок, которую создала студия всего из пары человек, и об одной русской заставке, которую создал обладатель Оскара, и о куче других. Что ж, давайте начинать. Меня зовут Владимир, и мне уже не терпится вам все это рассказать. Ну наконец появилась возможность поговорить о любимом мною сериале Марка Пола, хоть и только о его заставке. Начинаем сегодня именно с нее. Студия, разрабатывающая опенинг, сразу плотно взялась за дело, и начала с изучения азиатской культуры и быта монголов. Изначально планировалось в основе заставки использовать богатство, которое семья Пола приобрела на шелковом пути. Ту, шелк, расписной голубой фарфор. Выглядит, кстати, это интересно. Позже переключились на не менее интересную идею. Взять семейный герб Пола и обыграть каждый его элемент. Сделать ассоциации с приключениями. Лично мне очень нравятся эти варианты, но в итоге остановились на концепции с чернилами. У всех нас ведь есть четкая картина с азиатским человеком, который чернилами каллиграфическим почерком выводит иероглифы. Вот это традиционное представление и легло в основу заставки. Причем нужно отметить, что уровень продакшена, как и уровень бюджета опенинга, были довольно высоки. Над вступительными титрами работал большой штаб, и давайте мы сейчас с вами вместе разберемся, для чего же было нужно так много человек. Вы наверняка думаете, что все это нарисованная графика, но как бы не так. Давайте взглянем на этапы создания заставки. Вначале брали белую акварельную бумагу и на ней делали наметки. Потом несколько человек рисовали обычной водой. Все это снимали специальные камеры. А стол наклоняли в нужные стороны, чтобы вода текла в необходимом направлении. А потом уже точно добавляли чернила в разные места. Да, представляете, насколько это аккуратная работа. Одно неверное движение, и все нужно начинать сначала. Надеюсь, теперь вы посмотрите на этот опенинг под другим углом. Иногда мы даже не замечаем, какая большая работа стоит за вступительными титрами. Кстати, для вывода названия сериала были придуманы множество разных вариантов. И мне кажется, каждый из них был очень интересным. Правда, под стилистику заставки подходили не все. И можно понять, почему в итоге остановились на том варианте, что мы с вами увидели. Но тем не менее, парочку интересных можно рассмотреть на картинках. Эх, я прям ностальгией проникся по этому дорогущему сериалу от Нетфликса. Жаль, что он не получил должных рейтингов и его закрыли. Пишите в комментариях, видели ли вы его и понравился ли он вам. Конечно, и прошлая наша подборка не должна была обходиться без интро «Исходящих мертвецов». Я ее даже изначально вставлял в список, но потом в самый последний момент и исключил. На это были свои причины, но давайте не будем об этом, а перейдем уже непосредственно к обсуждению. «Ходячие мертвецы» само собой великий сериал. И с первого же сезона у него отличная заставка. В первую очередь отмечу пугающую композицию. Она буквально отпечатывается в памяти и не выходит из головы. Бэр Макрири отработал тут как надо, а визуал отлично передает атмосферу наступившего зомби-апокалипсиса. И как у большого количества длинных сериалов, с течением сезонов тут менялась и заставка. Так, например, в пятом сезоне в ней стала мелькать тюрьма. Но я подробно остановился на заставке, которая началась с девятого сезона. Создатели отошли от концепции использования реальных кадров и полностью анимировали титры. Студия, которая отвечала за опенинг, представила шоураннерам три варианта концептов вступительных титров. Два из них были довольно похожи на то, что было до этого, просто поменялись бы кадры, а третья была анимационной. К удивлению всех, шоураннеры решили рискнуть и отойти от полюбившейся многим последовательности кадров и остановиться на последнем варианте. Не ошиблись ли они в итоге, решать только вам. Студии, само собой, вдохновлялись комиксом походящим мертвецам, а именно выпуском «Новое начало», где фигурирует Александрия. В начале зритель видит ворон, что как бы намекает на вернувшуюся жизнь. Хотя они-то скорее символы смерти, но все же живые птицы, ё-моё, листья на деревьях, цветы, растущие из черепа. Кстати, этими кадрами студия особо гордится. А еще она вставила большое число пасхалок на всем протяжении титров, всего их около 30. Самое жирное — это, пожалуй, вертолет. Вроде как «Ходячие мертвецы» скоро закроются, а именно после 11 сезона. И уходит эпоха, пора подводить итоги и отмечать самые удачные моменты. Заставка явно в их числе. «Манхэттен» — не самый известный сериал, но у него очень красивая заставка. В ее основу легло переплетение дома и науки. Я обожаю любую анимацию на бумаге, и тут меня купили с первых кадров. Все эти инструкции, рукописный почерк, формулы, чертежи — все выглядит очень притягательно. Мне кажется, тут прямо видно, что руку к титрам приложил архитектор. И если покопаться, то вы и вправду сможете найти информацию, что один из дизайнеров имеет степень по архитектуре. Кстати, помимо этой идеи, у студии было еще три концепта, на которые мы сейчас с вами взглянем. Вот тут нарисована повседневная жизнь людей на фоне приближающегося ядерного взрыва. Люди занимаются своими привычными делами, идут на работу, развешивают белье, дети прыгают через скакалку, но чем дальше заходят вступительные титры, тем ближе к зрителю ядерный взрыв. А вот тут мы можем наблюдать другую идею. Нам предлагают проехаться на машине по секретному городу и увидеть пропагандистские рисунки загадочных людей и даже военных. Ну и последняя нереализованная концепция основывалась на старых жестяных игрушках. Очень напоминает тех самых хоккеистов, которые передвигались по игрушечному льду. Но в итоге остановились на полюбившемся мне варианте с бумагой. Давайте скорее переходить к его подробностям. Иногда смотришь на то, как создаются шедевры, иди и удаешься, как просто это снято. Вот, например, тут для некоторых кадров на улице просто разложили белое полотно. Сверху перпендикулярно ему закрепили камеру, и потом эти движения переносили в анимацию. Выглядит в лучших традициях съемок кино «Огонь». У нас порой тоже примерно такие колхозные конструкции из подручных средств. А еще вы обратили внимание на идеальный почерк на листе с рецептом пирога. С этим кадром пришлось повозиться. У всех на студии почерк был, мягко скажем, так себе. И, конечно, как во всех трудных ситуациях, на помощь пришла мама. И именно почерк матери одного из дизайнеров мы с вами увидели на заставке. Ну а финальный заголовок делала уже не она, а специально обученные люди. И глядя на варианты, которые они отмели при разработке, у меня сердце кровью обливается. Ну правда ведь много хороших идей было. Насмотрелся я на эту красоту и тоже захотел что-то своими руками такое крутое сделать. Но вспоминая свои жалкие потуки на ИЗО, я сразу тебе говорю «Стоп! Это не твое, уже проходили, лучше не надо». Очень странные дела. Сериал, который стал феноменом, и многие выделяют его заставку. Признаюсь, я долго не выкупал, в чем соль. Да даже Эмми еще дали. За что? Просто ведь буквы двигаются. Давайте вместе разбираться. Братья Даффер уже известны, пожалуй, чуть ли не на уровне братьев Руссо. И помимо концепции сериала, они были сильно погружены в разработку вступительных титров. Как мы уже неоднократно говорили, Стивен Кинг оказал сильное влияние на этот проект. Именно его произведения были вдохновителем всего этого. А обложки его книг были референсами для титров. Вот некоторые из них, которые братья прислали студии в качестве примера. Также работы Ричарда Гринберга из 80-х легли в основу концепции в качестве примера заставок той эпохи. Получается, что заставка «Очень странных дел» довольно точно воспроизводит атмосферу эпохи. Соединяя этот пазл в голове, уже чуть иначе начинаешь видеть общую картину, не так ли? Давайте взглянем на ранний концепт. Свечение букв было чуть другим, шрифт тоже. И самое главное, что движение было не таким плавным и больше ориентировались на такт музыки. А можете копнуть еще глубже и взглянуть на другой концепт. Студия хотела играть с направленным светом и тенями. Концепция подразумевала черно-белый вариант, который еще больше усиливал напряжение. Выглядит интересно, но был еще и красный такой вот вариант. И вот теперь прям совсем хорошо. Ну и напоследок давайте взглянем на варианты названия. Тут у студии сохранилось большое количество разных вариаций. Были минималистичные варианты, в других отражали букву, в третьих добавляли пыль и свет. Всегда интересно наблюдать за чем-то нереализованным и сравнивать у себя в голове. А конечный вариант мне нравится больше или меньше. По итогу заставка оказалась неперепонна красивыми анимациями и видами, но у нее есть свой шарм, согласитесь. И как и весь сериал, у нее также такая атмосфера 80-х прям выкручена на 200%. Переходим к одной из самых красивых заставок, что я видел. Прямо визуальный оргазм. И все это о заставке к сериалу Демона да Винчи. Мы уже несколько раз вам рассказывали, что те или иные студии вдохновлялись работами легендарного да Винчи при создании каких-то штук, и у сериала про да Винчи просто не могло быть плохих титров. У меня они вызывают одну лишь эмоцию — восторг. Но сейчас мы вам расскажем, как они создавались, и у вас вообще башню снесет. Во-первых, давайте представим, что вы создаете сериал, и к вам приходят разные студии с питчами о том, как будет выглядеть заставка. Представили? Смотрим вот на этот питч. Офигеваем от его крутизны. Продано. А что если я вам скажу, что студия, создавшая эту красоту, на тот момент была совсем маленькой лондонской компанией. Да у них всего три режиссера-дизайнера было, и два человека на подхвате. Но они подошли к процессу настолько основательно, что у конкурентов просто не было шансов. Само собой за основу взяли работы да Винчи, но часто в качестве ассоциации с ним в голову приходит картинка с коричневым пергаментом. И логично было бы использовать именно эти цвета, но заставку решено было осовременить. В итоге получилась анимированная последовательность зарисовок и ощущение, будто бы вы листаете записную книжку изобретателя, но находясь под кислотой. Замечу, что не я так характеризую эту заставку, а сами авторы. Но лучше, наверное, слов и не подобрать. А сейчас приготовьте свои мозги. Будет что-то в стиле довода. Вы замечали, что рядом с каждой надписью беднеется она же, но отраженная. Получается этакий зеркальный эффект. Все потому, что да Винчи сам прибегал к подобной технике при записи. А теперь давайте пустим заставку задом наперед. Причем с музыкальной темой. Черт возьми, да это же и музыкальный палиндром. Уже упоминаемый сегодня Бэр Макрири специально написал композицию, которую можно слушать с любой стороны. Студия немного офигела от этого хода, но сделала титры под стать. Я не знаю, под какой там кислотой эти ребята, но они чертовы гения. Честно, это видео можно было создать только ради лишь этой истории. Вот в прошлый раз я говорил, что студия Ластик делает почти все топовые заставки. И вот знаете, вот эти ребята сейчас дали им прикурить. У нас людям очень понравилась экранизация романа Нила Геймана и Терри Пратчета. Мне она понравилась поменьше, но не могу не признать, что заставка там очень интересная. Причем шоураннеры намеренно просили сделать студию что-то необычное и даже настаивали на том, чтобы они предлагали свои идеи со словами. Это может показаться абсолютно чокнутым, но... Ну и как вы думаете, у них достаточно чокнута получилась? Идея была в том, чтобы начать заставку с самого начала времен, а потом плавно переходить к современности. За течением времени неизменно тут только одно – дружба Азерафеля и Кроуля. И самые внимательные зрители наверняка обратили на следующий факт, но я не из их числа. Если присмотреться к остальным персонажам из заставки, то у них всех лица Кроуля или Азерафеля. Вот вам несколько персонажей отдельно от фона, чтобы вы поняли, о чем я. И это, само собой, сделано не просто так, а с намеком на то, что в каждом из нас есть добро и зло, то есть частичка Азерафеля и Кроуля. Мне очень нравится задумка – просто и одновременно гениально. Но была и другая идея, от которой довольно быстро отказались. Авторы хотели анимировать иллюстрации к библейским отрывкам и комедийно это все обыграть. Вдохновление шло от Келлской книги, по дизайну это заметно. Но студия это все не показала слишком оригинальным, а они хотели, чтобы это было на 100% их творение. Как мы видим, тон заставки нередко исходит от создателей сериала, но ее качество целиком и полностью зависит от студии. И вот она иногда добавляет какие-то мелкие штришки, и от этого все прям меняется. Бонус перед последним опенингом на сегодня. Мы с вами постоянно говорим о том, какие же замечательные заставки к зарубежным сериалам, но почему бы не обратить свое внимание к русскому проекту? Мне кажется, мы выбрали один из лучших – «Домашний арест» и заставку именно к нему. Александр Петров вместе со своим сыном Дмитрием нарисовали запоминающийся опенинг. Кстати, это тот самый мультипликатор, который получил Оскар за мультфильм «Старик и море». По вступительным титрам видно, конечно, что дел их человек, занимающийся мультипликацией. Мне кажется, выглядит очень классно. Стиль запоминающийся, много разных отсылок и смыслов где-то толстых, где-то потоньше. Но создатель сериала Семен Слепаков признавался, что заставка далась ему тяжело, потому что идей было много, они были разные, но не все из них удалось воплотить. Например, хотели сделать, как персонаж Павла Деревянко парит над городом, а вокруг него летали деньги, но что-то пошло не так. Другой идеей было взять за основу титры Кнарка и сделать нечто подобное в стиле документальной хроники. Не очень оригинально, но зато под стилистку сериала ложится хорошо. От этой концепции тоже отказались, но потом частично вернулись, и в конце первой серии вы можете увидеть что-то похожее. Под песню Семена Слепакова идет видеоряд с реальными кадрами задержаний, пересчитыванием денег, яхтами и молодыми девушками. Ну и давайте откровенно, смотрится это, конечно, не так, как опенинг Кнарка, скажем так. А была еще заставка, созданная студией Артемия Лебдева, куда уж без него в наше время. Выглядит, кстати, довольно интересно. Можете глянуть на сайте студии полностью ролик и чуть-чуть процесса создания. Но в итоге в качестве начальной заставки выбрали работу Петрова с сыном. Чему я несказанно рад, и если честно, даже немножко обалдел, когда узнал, что именно он ее делал. Ну и закроемся мы на сегодня проектом, о котором уже говорили в нашем видео про сериалы, которые популярны за рубежом, но не очень у нас, можете посмотреть вот тут. Так вот, заставка к безумцам не менее интересна, чем сам сериал. Студия предложила довольно смелую идею, чтобы человек падал с небоскреба, а вокруг были рекламные объявления. Само собой, телеканалу не нравилась подобная идея, потому что похож на самоубийство. Но путем компромиссов ее удалось отстоять. Главным образом помогло то, что главный герой в конце принимает сидячую позу, и все можно списать на то, что это был его сон, или вроде того. Чисто концептуально довольно интересные титры, и мне кажется, хорошо отображают мир маркетологов, когда порой настолько тяжело и ты перерабатываешь, что хочется скинуться. Вообще, за заставку к этому проекту немного студии собиралось взяться, потому что ему не пророчили высокие рейтинги, не было топовых актеров, сюжет еще был такой непонятный, но вот Imaginary Forces взяли, рискнули и взяли свое имя заслуженное. Кстати, были у них и более простые, но при этом довольно стильные раскадровки для этого проекта. Но вариант с небоскребом не вылетал у всех из головы, и прорабатывали в основном только его. Кстати, вы обращали внимание, что офис изначало — это офис главного героя. Его изначально вообще не должно было быть, титры должны были заключаться только в падении героя, но шоураннеры настояли на включение офиса в начало. Ну и напоследок наша любимая рубрика. Давайте взглянем на неиспользованные концепты названия. Пожалуй, я впервые за сегодня это скажу, но почти все они такого чувства, что не из этого проекта. Стилистически некоторые из них скорее подходят каким-то играм или, например, детективам, но никак не сериалу про внутреннюю сторону маркетинга. Студия это тоже прекрасно понимала и сейчас признает, что все варианты были ужасны, и поэтому они остановились на довольно минималистичном. Ну что, все заставки разобрали, я надеюсь, вы уже расчехляете свои лайки и заносите палец над кнопкой подписаться, если этого еще почему-то не сделали. Вообще, не по-человечески нас смотреть без подписки, подумайте об этом. В этот раз разобрали поменьше опенингов, но поговорили, мне кажется, более обстоятельно о каждом из них. Я надеюсь, вам было смотреть за этим не менее интересно, чем мне рассказывать. Но у меня на этом все. Огнай, пока!